Здорово ёпта, когда-то давно я решил написать свой маленький ассет, который добавляет папки и иконки в иерархию, так сказать, доработать и сделать то, что Unity Technologies делают уже 5 лет. Очень долгое время в Unity Roadmap висел пункт Hierarchy Folders, и я, наверное, каждые 5 месяцев заходил и следил за прогрессом, но ничего не менялось. И в какой-то момент я, делая достаточно большие проекты, реально устал от всего этого серого юнитивского говна. Для папок я начал использовать Rainbow Folders, так как он работает из коробки. А вот ассеты для иконок в иерархии были суперсложными и требовали настройки под каждый объект, либо ручной настройки конфигурации для всего проекта. Я решил написать своё решение, которое просто загружаешь и всё работает. Ну, я и смог. Узнал, что Unity предоставляет API для редактирования некоторых окон, а некоторые вообще получать можно только через костыли, как, например, окошко гейма. Вот как оно работает. Я открываю пустой проект, загружаю мой ассет, и после вижу в иерархии значки. Значки отсортированы по приоритетности. Их можно менять местами, тем самым меняя приоритет отображаемых значков. Вот и всё. Вот и весь ассет. После реально долгого процесса тестирования на своих проектов, рабочих проектов, писячных оптимизаций и многого другого, я решил залить свой ассет в Asset Store. Чтобы выложить свой ассет, мы заходим на PublisherUnity.com и открываем аккаунт Publisher. Это делается пару кликов. Далее нажимаем All Packages, Create a Package. Мы загружаем скрины, видео, описания и воруем структуру всего этого у наших конкурентов. Далее качаем новую версию редактора и следуем туториалу, который находится в правой части экрана. Единственное, что стоит упомянуть, это то, что ваш ассет должен иметь определенную структуру папок. Должен иметь документацию и демо, иначе ваш ассет просто отменит редакцию. Когда прошел примерно месяц после загрузки, код Манки засунул мой ассет в свою подборку новых бесплатных ассетов. За что я ему лично благодарен. Из-за этого видео у ассета появилась первая аудитория, сердечки и оценки. Короче, одним словом успех. Далее недавно я загрузил второй ассет, ассет консоли, которая поддерживает написание кастомных команд. Референсом была консоль игр Valve. Вы ее могли видеть в прошлом видео, не уверен, что оно кому-то нужно, потому что есть большое количество аналогов, которые реально лучше, но целью публикации консоли был не фейм, слава, голоса на выборах, а просто желание потестировать создание платного ассета. Вот как это работает. Загружаем ассет консоли, переносим префаб на одну из сцен. И все. Нажимаем F2 по стандарту, консоль открывается. Цвет и бинды мы можем поменять внутри префаба консоли, в одном из ее модулей. Мы можем создать команду. Для этого создаем скрипт. В моем случае я назову его ConsoleCommandsManagement. Наследуемся от ConsoleManagementBase и создаем конструктор. В нем реализуем какой-то метод, в моем случае это Foo. Далее вызываем метод addCommand. Заполняем его название, я назову его printNumber. Добавляем аргумент, который будет нашим числом. Задаем ему имя и тип. После в экшене метода выведем наше число. В консоли выбираем наш namespace, в котором находятся наши команды. Как вы видите, все работает. API очень высокоуровневый. Не уверен, что за это стоит платить деньги, так как есть множество аналогов. Поэтому, наверное, через пару месяцев я сделаю ассет бесплатным и перезалью. Далее идет третий ассет, который я буду только тестировать. Когда-то давно я делал ассет для локализации своей игры про остров. Благо я успел понять, что я делаю говно и на проект я забил. А вот ассет остался. И не так давно, под последним видео, мне написал человек, который использует мой ассет в своей реально популярной игре. И попросил его модифицировать или дать советы по модификации. Я открыл, увидел говнокод и решил написать все с нуля. С красивым эдитором и так далее. Так сказать, сделать вид, что ассет делал не голимый школьник, а сеньор девелопер. Ну, я это и сделал. На написании ушло пару дней работы, по 12 часов. Но оно того стоило. Эдитор получился и вправду хороший. Если кто-то хочет потестировать и дать фидбэк по ассету, пишите в дискорд в общий чат. Ассет я делал специально супер гибким. И тоже, наверное, сделал его бесплатным. Для того, чтобы инициализировать локализацию, нам нужно повесить где-то Languages Manager. В нем есть много режимов работы. Первый это подгрузка локализации из кастомного ISO. Второй из CSV, который лежит в ассетах проекта. Третий это загрузка по ссылке. Основной упор сделан на кастомные ISO локализации. В окошке жамкаем Create Asset и выбираем его. Далее обводим параметры нового языка. И нажимаем кнопку Add Language. Язык можно редактировать, удалять и делать основным. Если в каком-то из языков будет отсутствовать перевод какого-то слова, он заменится на словом из основного языка. На текст вешаем текст-транслатор и запускаем игру. Как мы видим, локализация подгружается. В демо есть реализация и кнопки для смены языка. Простой ассет, но работы было куча. Удачи, ёпта. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Удачи, ёпта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»